Константин Любименко давно пользуется сервисом госуслуги, где открыл личный кабинет налогоплательщика. Но от приглашения посетить мобильный налоговый офис отказываться не стал. Мы движемся вперед, какие-то нововведения постоянно. И для ознакомления всегда полезно, для новой информации. Сегодня мобильный налоговый офис работал в администрации Кировского района Самары. Специалисты налоговой рассказали жителям, представителям администрации, управляющих компаний и общественных организаций о существующих сервисах, которые ведомство использует для уплаты налогов и обращений граждан. Самое оптимальное – это открыть личный кабинет. Это открывается либо через портал госуслуг, либо непосредственно в любом налоговом органе. Получается пароль для доступа в личный кабинет. Это самый оптимальный путь для оплаты налогов. Мы стараемся, мы хотим, чтобы налогоплательщики экономили свое рабочее время. Администрация Кировского района с налоговой службой взаимодействует на постоянной основе в рамках рабочих групп. Но в формате мобильного налогового офиса работает впервые. Многим интересно, на самом деле, и важность дополнения бюджета местного понимают и налогоплательщики, и налоговые органы, и администрации. Поэтому это, наверное, интерес взаимный. Слушателям семинара рассказали о рассылке уведомлений об оплате физическими лицами налога на имущество. Сделать это необходимо до 1 декабря 2023 года. Иначе со 2 числа будут применяться штрафные санкции. Оплатить имущественный налог можно в отделении банка или почты. Но самый быстрый и простой путь через личный кабинет. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.